Привет, меня зовут Смар и сегодня будет видео про Кэмерон Хайландс. Это будет немножко экспериментальный формат видео, в кадре будет очень мало меня, но за кадром будет очень много моего голоса. И всем привет, фигусы! Поехали! Дорога в Кэмерон Хайландс оказалась очень скучной и серой. Серый асфальт, серые заводы, вырубки. Видно, что Малайзия взяла курс на индустриализацию. Хотя периодически по дороге попадались симпатичные городки китайско-европейской застройки, очень забавно выглядящие, мусульманские мечети. А последняя часть пути вообще шла по городу Мусульпантину, очень извилистому, очень интересному. Итак, мы прибыли в Кэмерон Хайландс. Городок Танахрата, который на горе Кэмерон уже реабилитировал Малайзию на их глазах на пару пунктов, потому что здесь горы и красиво. Но здесь внезапно холодно. Вот и пригодилась-то мушечка. Немножко пригодится до Непала, но вот так вот. А ночью будет еще холоднее. Кэмерон Хайландс Кэмерон Хайландс – это такая симпатийская Швейцария. Это местность высоко в горах, там прохладно, там дождливо. Собственно, Кэмерон Хайландс – это общее название для территории, а местность в городке Танахрата. Небольшой городок, две улочки, в основном гестхаусы и отели, очень много туристов. И делать там больше, чем два дня совершенно нечего. То есть там есть чайные плантации, очень красивые, до которых можно дойти пешком за полчаса или доехать на мопеде за пять минут. И много-много трекинговых троп в разной степени сложности и проходимости. Трекинговые тропы там – это просто тропинки в лесах, через речки, кусты и болот, по которым можно просто гулять. Все, идеальное место, чтобы отдохнуть от тропической жары на два дня, но больше там делать нечего. Поэтому после Кэмерон Хайландс мы поехали в Джорджтаун на остров Пенанг. На сегодня все. Мы с Випусом, или что это, говорим пока-пока. Увидимся в следующем выпуске. В нем будет остров Пенанг и очень милый китайский городок Джорджтаун. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я пойду в заказ. Пенанг и очень милый китайский городок Джорджтаун.